народ всем привет продолжаем тему наших паж метров для воды на будущий год для бассейна и сегодня мы проведем сравнение проведем сравнение вот этой заказанной с алиэкспресс электронной штуки паж метра электронного сравнение вот таких вот полосок 6 в одном опять же заказывал их на алиэкспрессе еще в прошлом году значит что у нас меряют эти полосочки они меряют total chlorum то есть хлор общий free chlorum свободный хлор паж то ради чего мы собрались это все проверять общую кислотность цианобактерии и жесткость воды проверим вот такие полосочки они показывают у нас только общий хлор и ph они шли в комплекте с химкой макэко кислородный и вот такая вот лакмусовая ph бумажка тоже заказывал на алике что-то 20 или 30 центов стоило это 3 доллара это 6 или 7 долларов уже не помню вот давайте и посмотрим чем же удобнее мерить уровень ph так а начнем с того что достанем наши баночки которых мы замешивали раствор и ph напомню здесь 41 4 при 20 градусах и 686 687 при 25 градусах ваш чтобы нам было поудобнее все это дело мерить мы возьмем две рюмочки небольшая была емкость положим наши паши чтобы потом не запутаться где что было тут написано 401 и 686 а кстати третьим индикатором у нас будет обычная вода из-под крана по данным вот этой штуки пашни 47 ну простите 7 4 там 745 то есть это плюс минус норма для бассейна так ну что погнали значит расставили наши экспериментальные реактивы и начнем мы с самого дешевого варианта с лакмусовой бумажки возьмем к ней сразу идет легенда оторвем несколько штучек 1 2 и 3 ну и давайте начнем с четверочки бумажка должна быть оранжевого цвета во всяком случае здесь так нарисована опускаем достаем ждем 15 секунд и как мы видим бумажка не врет цвет что-то рядом с тем что указано по моему даже чуть темнее что-то между четырьмя и тремя но схожесть есть берем следующую бумажку и будем мерить page 68 опускаем ждем пару секунд поднимаем ждем 15 секунд и паш у нас должен быть ближе к 7 что-то между желтым и зеленым цветом мы имеем какой-то непонятный поносный ну скорее всего да возможно это и есть зеленый но смотрится он как-то такое ощущение что 6 хотя на самом деле у нас здесь почти 7 ну и напоследок проверим вот нормальную которая 74 опускаем ждем поднимаем 15 секунд и что мы видим бумажка должна была быть зелененькая зелененькая потому что мы знаем что у нас там 7 и 4 но опять какой-то поносный цвет такое ощущение что желтый должна быть такая ну в общем как видите на глазок я бы не стал добавлять после этого паш минус или паш плюс следующим на тесте у нас будет вот такая вот штука которая идет в комплекте с нашей кислородной химией мак эко которым покупали в прошлом году тут у нас два параметра это свободный хлор и значение паш все по инструкции на секунду опускаем 15 секунд ждем сравниваем с легендой достаём три полоски и проверяем начинаем с паш 4 здесь такого значения даже нет то есть тут чем оранжевый тем слабее значит наверное оранжевым быть не должно ого прикольно что мы видим ждем 15 секунд если изначально у нас полосочка была такая вот оранжевенькая то она даже пожелтела лицепаж пошел в минус и хлора 0 все беленькая проверяем следующий сосуд 6 6 6 6 8 опускаем достаем ждем 15 секунд проверяем и видим что до более-менее совпадает 6 8 оранжевая 6 8 оранжевая на самом индикаторе поэтому верить можно и проверяем нормальное состояние воды 7 и 4 опускаем поднимаем считаем до 15 и переслоняя бумажку к индикатору ну я бы сказал что она показывает не 7 и 2 точно но где-то 76 я бы после этого ужас даже ближе к 8 до совсем красная не знаю передает ли камера то что мы здесь видим но после этого я бы уже вдоволь сыпал бы паш минуса такое ощущение что ярче чем 76 хотя мы знаем что здесь 747 следующим у нас пойдут вот эти полосочки которых у нас идет целых шесть индикаторов индикаторы на все подряд но все подряд не надо нам важно только паш он здесь 3 по счету глубины рюмочки хватит одну полоску достали сейчас достанем еще 2 вот видите в такой баночке они тут даже по 5 штук помнили по 10 я уже не помню сколько их тут было 50 штук 5 пачек значит по 10 запакованные в отдельные фольгированные блистеры чтобы намокали открываем достаёмся еще две полосочки так и проверяем поехали первая полоска ph4 макаем достаем по инструкции точно также ждем 15 секунд ну и видим реакцию похожую с предыдущим индикатор нам показывает что ниже чем 6 8 то есть она стала светлее оранжевый кстати что интересно показывает что свободного хлора в этой воде в пределах нормы и он здесь присутствует то есть видите вода дистиллированная с этой паштукой с этим раствором порошком и содержится свободный хлор оказывается то есть он здесь не желтый поехали дальше берем полосочку макаем в паш 6 и 8 достаем ну мы же знаем что там 68 а судя по данному индикатору мы уже приближаемся к 7 и 6 тут бы я уже сто процентов бы сыпал паш минус и скажу вам что и все лето пропользовался вот этими штуками и я реально его сыпал и сыпал паш минус поэтому я думаю что все лето я держал паш ниже уровня чем нужно потому что я старался чтобы у меня постоянно было 7 и 4 такая оранжевая она даже при 6 и 8 показывает что 686 ну пускай 6 и 9 что у меня 7 и 4 поэтому вещичка наверное не совсем верная и последний тест данных полосок макаем их всеми 4 ждем 15 секунд ну и что мы видим видим мы то что он показывает что там примерно 7 и 6 то есть если полосочкой которую он 6 и 9 мы опускали она была к оранжевенькой то здесь уже становится больше красненькая не знаю передает ли это камера но чем дольше держишь тем больше краснеет этот показатель и опять же что интересно показывает что свободного хлора у нас присутствует в воде понятно водичка из-под крана хлорированная в общем опять же не скажу что плохие хорошие нормальные полоски обычный тестер но сориентироваться в нем вот в этих мелочах там между семьей и четырьмя семьи шести в десятые доли выловить тяжело тяжело можно зря расходовать химию именно для этих целей было приобретена вот эта штука электронный ваш метр давайте теперь попробуем им так пробуем электронным открываем включаем и начинаем с четверочки что мы видим идеально 41 там где раствор 4 и 1 протираем окунаем 868 ой 686 простите возможно он ошибся на пару сотых показания пока ползет вверх по чуть-чуть помаленечку но мы видим что 68 опять же протираем и окунаем в нашу водопроводную воду где было примерно 7 4 да вот 754 755 забывайте что каждый раз после использования эту штуку желательно конечно же промывать под обычной проточной водой итак дорогие друзья какой вывод можно сделать самая неудобная самая дешевая 30 центов обычная лакмусовая полоска совсем не информативной ничего не понятно как показывает полоска комплектная на два показателя принципе показывает имеет место быть полоска на кучу параметров на 6 но у нас же в данном видео интересовал только паж опять же показывает наверное более-менее правду и конечно самый удобный способ электронный плаш метр если его калибровать то показывает тоже все правильно и адекватно на калибровку конечно в идеале нужно проводить по трем точкам мы ее сделали по двум третьего порошочка на девять у нас пока нет поэтому делайте выводы сами я за прогресс я за электрон очку поэтому и купил будет удобнее и нагляднее ну конечно же для подстраховки еще будем допользовать вот эти не дряжи покупали поэтому кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал всем пока